Итак, друзья, мы будем говорить на тему «Больше сегодня я буду учить», поэтому, пожалуйста, постарайтесь записывать, наверное, то, о чем мы сегодня будем здесь говорить, потому что это важно. Я много раз говорил, и это доказано, что человек, который конспектирует, усваивает более 30% информации. Поэтому, а тот, который слушает, максимум до 10, если он гений. А мы все тут гении, поэтому будем конспектировать. Итак, 1 Тимофею 6 глава. Я не буду по ней проповедовать, даст Бог, я продолжу об этом говорить чуть позже. Но сейчас хочу просто, каждое воскресенье, по-моему, я начинаю с этого места, потому что это главное место, в котором апостол Павел закладывает такое здравое, трезвое, адекватное восприятие материальной стороны жизни церковью, верующими людьми, да и вообще человечеством. И, в принципе, я не буду ее всю читать, мы будем ее изучать немного позже. Но эта глава, она такая сверхсбалансированная, потому что она сразу до, по-моему, 13-го или 14-го стиха, она рассказывает о том, что деньги худшее зло на земле, и о том, что это просто ужас. Сейчас, наверное, многие церкви и динаминации всю жизнь читали только до 13-го стиха, потому что там действительно можно поверить в этот, в аскетизм, и в том, чем ты беднее, тем лучше. Но вы знаете, те, кто знают бедных людей, по-настоящему, ну, люди в основном злые. Когда у них большая нужда, они обозляются, потому что нищета ничего хорошего не приносит. И Бог не хочет, чтобы ты был бедным. Бог, потому что не создавал бедность. Я не проповедую здесь сказочное богатство. Я не проповедую о том, что благочестие служит для прибытка. Ни в коем случае. Потому что это неправда. А если бы это было правдой, я так проповедовал, то Библия говорит, бегите тогда отсюда. Там дальше так продолжается. Давайте мы прочтем. Это 1 Тимофея, 6 глава, 9 стих. Все, поехали? Окей, там просто кто-то, все, не шевелитесь. Везде кто-то, кто-то бегает. А желающие обогащаться, впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, Которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись. Некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Итак, страшное место. Потому что если остановиться только на нем, действительно можно испугаться. Да и в принципе, это правда. То есть Библия говорит на жизнь любого человека на планете, О том, что каждый человек должен испытывать себя и сохранять свою жизнь от того, что написано в 9 стихе. От жажды обогащаться. Жажда обогащаться. Что такое жажда обогащаться? Это жизнь на основании денег бы. А потом что? А потом еще денег бы. Ну а потом? Ну а потом денег бы. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если ты живешь единственной мечтой обогащения, или просто финансового процветания, или благополучия, это свидетельство твоей нищеты. Но Библия говорит, что ты кровью Иисуса Христа свободен от нищеты. Не слышите меня? Я повторяю. Если человек живет с жаждой баблабы. Баблаба это такое плохое явление. Баблаба. Если ты живешь вот этим явлением, это свидетельство того, что ты нищий человек. Я буду следующей темой некоторой говорить, что если ты не победишь нищету до того, когда Бог благословит тебя финансово, ты умрешь. Потому что прежде мы должны познавать и понимать Божественную благодать и быть довольными в жизни, даже если мы ничего не имеем. Только потому, что я живу полноценной жизнью во Христе. Поэтому первая сторона медали, Павел говорит, ребята, не я не просто там против того, чтобы вы бегали, просто денег искали и все остальное. Он просто пытается объяснить, ребята, сребролюбие. Сребролюбие это как там предавшись, которому предавшись. Люди, которые для них самое главное денег заработать. Для них самое главное, ну когда денег заработал, еще денег заработать. Он говорит, это вечно нищие люди. Вы здесь? Поэтому наполняйтесь Божьей полнотой и познанием Его благодати. Второй момент, это 1 Тимофей. 1 Тимофею 6, даже глава, 17 стих. Богатых в настоящем веке увещевает, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога. По-моему, что-то звенит. Нет? Ну, все. Чтобы они уповали... Не вы? Ребят, сделайте со звуком что-то, пожалуйста. Чтобы они уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно и для наслаждения. Получается, вторая грань Библии, и здесь же Павел в той же главе, только что говорил, ребята, осторожно, деньги! Увидел деньги, беги и спасайся как можно дальше. Но с другой стороны, он говорит, что сам Бог дает человеку материальные блага. Для чего? Для чего? Леня сказал, по-моему. Леня, для чего? Да, для наслаждения. То есть Бог не против. Он хочет, чтобы каждый был в достатке. Итак, как нам сбалансировать и как понять, как жить правильно перед Богом? Давайте откроем всем Матфея, 6 главу. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Это считается самая феноменальная, хотя у Христа не может быть не феноменальных проповедей, но в принципе во всем христианском мире это же Нагорная проповедь. Это, ну, некоторые церкви вообще говорят, Нагорная проповедь, все остальное не проповедь. Нагорная проповедь. Это самая большая и самая емкая, вместимая, такая КПДшная проповедь, которую Иисус откровенно проповедовал людям. Итак, я хочу, чтобы мы с вами считали с 24 по 33 стихи. Вы знаете, я уверен, что каждый из вас много раз считали это место. Если вы не считали это место, вы его слышали. Но я хочу, чтобы мы сегодня по-настоящему углубились в то, что здесь написано. Вы готовы? Итак, поехали. Матфея 6, 24. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души. Теперь внимание. Поэтому что вам говорю? Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пищи? И тело, не больше ли одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не ждут, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их... Кто питает? Не слышал? Не, не, не пропускайте. Какой Отец? Ваш Небесный. Я хочу, чтобы вы услышали эту несправедливость. Тебе тут есть иногда нечего, а твой Отец кого-то питает лучше, чем тебя. Несправедливость в кавычках, понятно, да? Хотя, не знаю. Теперь душа, не больше ли пищи? Вы не гораздо ли лучше их? Посмотри на своего соседа и скажи, ты лучше воробья. А другому человеку скажи, я даже лучше жарптица, как она называется? Как она? Павлина. Ну и ответь ему, что ты даже похож на него немножко. Шучу, шучу, вот это не надо. Сейчас драки... Драки у нас запланированы в конце служения всегда. Шучу. Итак, Иисус говорит, что Бог, ваш Отец, питает птиц, а вы лучше, чем они. Аминь. Дальше. Взгляните, да и кто из вас, вернее, 27 стих, заботясь, может прибавить себе рост, ну, хотя бы на полметра. И об одежде, девчонки, чего заботитесь? Это современный перевод. Да сейчас современные обществы и мальчишки, да. И об одежде почему заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кто одевает? Скажи, Бог одевает. Бог одевает или нет? Ага, Бог одевает. Это важно. Это важно. Потому что иногда люди искажают, Бог одевает. Теперь дальше. То коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что отец ваш знает, что вы имеете нужду во всем этом. Что ж такое, ребят? Ну, гудит и все. Да? Гудит, гудит. Ну, сделайте что-то, уберите. Гудит. Потому что всего этого ищут язычники. Слышно, да? Да, ну, какой нормальный. Сейчас у меня уже голова треснет. Ищите прежде. Слышишь? Да нет, это вообще везде гудит. Это не только особо гудит. Вот, из больших колонок гудит. Да? Из больших, я весь зал. Гудит. Сделали? О. Ищите же прежде царства Божьего и правду его, и... Мне просто как, что мне сделать, чтобы вы это сделали? Ничего не сделаете? Просто говори, да? Пять минут надо, десять, пятнадцать. Раз. Ищите, ищите царства Божьего, ищите, ищите прежде царства Божьего, и правды его, и все это, что приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам позаботится о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Итак, внимание, друзья. Вы знаете, наверное, долгое время в своей жизни я воспринимал это место из Писания как такой четкий приказ нормальным коммунистическим мозгам. Не заботьтесь, все. Не заботьтесь ни о чем. Все, если заботишься о пище, если заботишься об одежде, это грех. Почему? Потому что Бог говорит не заботиться, потому что это все из вещества и так далее. Наверное, из этой философии произошел аскетизм. Наверное, эта философия успокаивает людей. Главный Бог, главный Бог, главный Бог, и от голоду сдох. Но, друзья, я хочу, чтобы вы услышали то, что здесь написано. Иисус начинает говорить. Внимание. Ром, родилась сейчас пьеса, да? Нет? Долгов, мне кажется, сейчас я когда сказал, пьесу пиши. Теперь внимание. Иисус говорит. Ребят, вы знаете, я хочу сейчас с вами поговорить серьезно. Теперь знаете, о чем я хочу поговорить? Я хочу поговорить насчет вашего материального благополучия. Апостолы сели, поправились. Говорят, ну, наконец-то. Наконец-то поговорим. Как всегда, Иоанн и Андрей запустили мамочку. Мама всех растолкала, посадила их в первый ряд. Говори, Иисус. И Иисус говорит. Вы знаете, я хочу вам сказать одну вещь. Теперь внимание. Если вы будете в своей жизни заботиться о пропитании, о одежде и так далее, то проблема в вашей жизни, ну, именно об этом будете только заботиться, то проблема в том, что Бог не сможет заботиться о вас. Теперь внимание. Мы все воспринимали это место часто, может быть, вы нет. Но часто люди воспринимают вот эту часть Нагорной проповеди как антифинансовую тему. Вот, видишь, пошел зарабатывать. Ловите его. Знаете, что я вам хочу сказать? На самом деле Иисус здесь открывает путь к твоему материальному благосостоянию. Другими словами, слушайте, что здесь написано. Он говорит, ребят, он дал несколько пунктов. И он говорит, если вы меня сейчас услышали, то Отец Небесный сделает так, что лучшие одежда, еда, материальные блага, что сделают? Приложатся к вам. Слушайте, ну это потрясающе. Вы не слышите меня? То есть, он открывает реальный путь, как нужно жить и поступать, чтобы материальные ценности сами искали тебя. Он говорит, если ты будешь делать вот так, вот так и вот так, то я, как Бог, обещаю, деньги сами будут тебя искать. Вы меня не поняли. Да ну, ну что, молчите тогда. Смотри, стой, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Ой, не то взял. Смотрите, что здесь написано. 33 стих. Ищите же прежде Царство Божьего и правду Его. И я гарантирую, что все это, а что все? Что все? Он только что перечислил. Еда, лучшая одежда, пропитание, понимаете ли я? То есть, материальные ценности. Приложатся к вам. Не вы приложите их себе. А что? Они как-то приложатся. А кто их приложит? Теперь внимание. Оказывается, Христос открывает путь, как ты должен жить, чтобы деньги искали тебя. Прикольно или нет? Послушайте. Ну, а как вы еще объясните эту притчу? Там так написано или нет? Там написано, что это все будет прилагаться вам. Послушайте. Значит, Христос в этой притче хочет главную мысль сказать не ту, что, ребята, увидишь деньги, спасайся. Спасайся, потому что это одно зло. Нет. Он наоборот говорит. Он говорит, ребята, сейчас я расскажу вам великую мудрость. Великий Бог мечтает материально благословлять тебя. И я открою вам путь, как жить, чтобы Божьи благословения пришли в твою жизнь. Как? Это правильной заботой. Например, это было в жизни Моисея. Помните, когда Моисей пришел, ну, в смысле, с Божьим народом вышел в пустыню, куда они пошли? Они пошли в то царство, в Ханаан, которое Бог им обещал, или нет? Но, послушайте, когда они шли, они заботились только о том, чтобы туда дойти. Правильно или нет? Конечно, им хотелось есть. И у них получалось что-то. Бог либо предавал им какие-то народы, либо что-то еще. Давал им победы. Если не было ничего там поблизости, никаких побед, Бог с неба перепилок бросал. Но они никогда ни в чем не нуждались. Господь кормил их. Я не говорю, что, слушай, ничего не делай, переживай, чтобы у Бога все на небе было хорошо, и так далее. Об этом мы чуть позже поговорим. Но теперь я хочу, чтобы вы поняли, то, что написано в Нагорной проповеди, это путь к жизни, в которой материальные ценности гоняются за тобой. И это жизнь более чем реальна. Повернись к своему соседу и скажи, Бог хочет, чтобы деньги за тобой гонялись. Поэтому хватит гоняться за ними. Рокировочку делаем, меняемся местами. Вы здесь? Как это произойдет? Прежде всего, мы об этом чуть позже, не сегодня будем говорить, вы должны освободиться от страха перед деньгами. Вы должны освободиться от страха перед деньгами. Получить свободу. Хватит жить, выживая. Это то первое, что мы должны понять. Это то, что Павел говорил там. Ладно, потом. Это я уже другую проповедь сейчас начну. Ладно. Теперь я хочу дать несколько пунктов. Вы меня поняли или нет? То есть, есть две природы жизни человека на земле. Первое. Это даже когда Божий народ живет как язычники. Кто такие язычники? Язычники для еврейского народа и в понимании еврейского народа обозначаются только единым словом. Псы. Псы. Язычник это пес. Ну, на еврейском. Псы. Дикий пес. Почему? Потому что это человек, который ест нечистое и человек, который живет только для того, чтобы есть и одеваться. Посмотрите. Да, мы в принципе родились в языческих странах. И, наверное, пока я не знал Христа, я живу языческой жизнью. А как еще можно, для чего еще можно жить? Теперь послушайте. Есть свобода. И вторая сторона жизни. Это не жить как язычники. Просто одной целью. Есть и одеваться. А потом родить детей и их кормить и одевать. Нет. Есть жизнь выше. Есть заботы выше. Есть жизнь, в которой одежда и питье гоняются за тобой. Я рад, что вы сейчас будете слышать, как это сделать. Вы готовы? Итак, несколько пунктов. Первое. Первое. Факт, который мы должны с вами вынести и из логики этого послания заключается в том, не в том, вернее, что просто, ребята, а ну, не переживай, а ну не лезь там, что там за деньги лежат? Что? И ты ходишь просто, на тебя смотрят, у тебя черные эти мешки под глазами. Ну, ты это, ну, все на работе спрашивают, что с ним? А он верующий. Уважаю. Уважаю. Я недавно разговаривал, сидел в студии на НТВ. И мы начали разговаривать, ну, я же сразу, я люблю людей щекотать. Люблю людей щекотать. Вот. И мы разговаривали, разговаривали с человеком, я же сразу, как щекотать, я говорю, здрасте, я пастор. И все, и начинается. Я там покажу ролики с нашей церкви. Смотрите, это у нас такой форм. Они смотрят, это я проповедую. Все говорят, нет, ну, это не может быть церковью. Я говорю, я понимаю. Потому что, чем церковь хуже, тем она лучше в вашем понимании, да? Святая церковь. Например, почему мы кричат на нас, что мы секта? Знаете, почему? Потому что мы только что здесь эмоционально прославляли Бога. Знаете, если бы нас называли не сектой? Когда? Если бы ты в жизни не проявил никакой эмоции. Во, вот это похоже на церковь. Реви, плачь, страдай, унижайся. Вот это да. Вот это святость. Ну, посмотри, человек идет в мешке, в хопа, ну, зубов нет, выпадают все. И он говорит, этот человек там страдает за Христа. И люди сразу, ну, надо его мощи целовать при жизни. Послушайте, вам не кажется, что дьявол извратил понимание святости и жизни с Богом. Если я по образу и подобию, и хорошо, ты не разбираешься в религии. Ответь не на вопрос. Просто. Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Бога. Ты что думаешь, что Бог там, ну, он же типа самый главный тогда над всеми вот такими. Он же образец тогда, образ, ну. Тогда, мне кажется, вообще там Бог такой, знаете, ну, там муха не подлетит от страха. Бог не такой. Библия говорит, он прекрасен, он яркий, он счастливый, он источник благословения. Посмотрите, Бог источник радости, Бог источник красок жизни. Выйди на улицу, сейчас все рассветет, посмотри. Селеная трава. Что-то ты находишь весь в сером. Так свято, так убого. Ладно. У Бога, у, а, ну, Бога, без Бога. Ладно. Поэтому, слушайте, первое, что вы должны услышать, первое, что вы должны понять в Писании, здесь, в этих стихах, там написано не о том, чтобы ты боялся денег. Там написано о том, что Бог хочет заботиться о тебе. Вы не поняли меня? Все эти стихи, ребята, они все звучат о том, ты чего заботишься, чего ты лезешь? Потому что, посмотри на птиц, видишь, что Бог делает? Заботится, одевает их. Ой, это кормит. А что, а что происходит с лилиями? Бог их одевает красиво. То есть, каждый стих здесь не говорит о нищете. Каждый стих говорит о потрясающей заботе Бога. То есть, Бог хочет прилагать материальные ценности, материальные средства. Бог хочет благословлять тебя. Он хочет, чтобы они приходили в твою жизнь. И смысл притчи, ну, не притчи, а учения Христа именно в этом. Он говорит, ребят, что вы там ползаете, лазите и все остальное? Живите свободно, живите для Бога, живитесь, насхищаясь и наслаждаясь. Заботьтесь о том, чтобы реализовать то, что Бог в вас вложил. Заботьтесь о том, чтобы это приносило кому-то пользу. Заботьтесь о той красоте, которая есть внутри вас. Что вы постоянно бегаете? Вы можете себе сделать хотя бы, ну, росту на локоть? Пока еще нет, но медицина скоро это позволит. Я уже могу изменить себе все, кроме роста. Хотя и рост тоже, наверное. Ну, это с внешними вмешательствами. Но это невозможно. То есть, Он говорит, что ты лезешь? Ты должен научиться, приучить себя, понимать и верить, что Бог хочет заботиться о тебе. Бог хочет материально заботиться о твоей семье. Бог хочет материально заботиться о всей твоей жизни, о твоих родных, о твоих близких. Это Его мечта. Не верите мне. Откройте Нагорную проповедь назад страницу. Матфея 5,7,11. Вы со мной? Церковь, я умоляю вас, слушайте это сердце. Скажите соседу в ушко, Бог хочет обо мне заботиться. Ура! Он хочет заботиться о моей семье. Аминь. Смотрите, 5,7. 5,7. Ой, да, 5,7. 5,7? Не, 5,17. Господи, где же это? Что-то я себе неправильно написал. Не-не-не. Не-не-не. 5, сейчас скажу, где. Никто не знает, где это? А, или 7,5. Не, не 7, 5. Не-не, я вам не скажу. Это интрига. Что? Слово. Позже. 5,3? Не. А ну еще кто? Какие есть варианты? Не-не, не то. Еще. Тадиш, оно есть, а? Ну ладно, подскажу. Там, где написано. А, вот, нашел, да. 7. Извините, не 5, а Матфея 7. 7,7. 7,7. 7,7. Не 5,7, а 7,7. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите. Еще раз постучите. Постучите больнее. И обязательно вам отворят. Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит. А стучащему обязательно отворят. Если между вами человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Чего попросил бы у него? Хлеба. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Так, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Ребят, если сын попросит хлеба, духовного или нет, насущного какого-то, обычного хлеба, обычной рыбы. Он говорит, если вы, как родители земные, не откажете своим детям. Посмотрите, я вам хочу сказать, вы что, не вздумайте никогда подумать, что Отец Небесный откажет вам в каком-то благе. А про какое благо там написано? Наверное, про какой-то дар Духа Святого, да? Там конкретно написано про благо земные. Выстрелите или нет? То есть Бог хочет заботиться о тебе. Он хочет благословить тебя. Он хочет сделать так, чтобы Его благословения бегали за тобой. Чтобы не ты бегал за ними, а они бегали за тобой. Вот почему мы сегодня говорим на эту тему. Помогите, за мной гоняется деньгиньга. Потому что так хочет Бог. Он хочет сделать так, чтобы ты никогда не переживал о деньгах. Ох, это сколько у меня будет денег, чтобы я за них не переживал. Нет. Хватит сегодня. об этом переживать. Впусти в свое сердце понимание, что Бог заботится о тебе. И Он хочет заботиться о твоем материальном благополучии. Аминь. Следующий пункт. Я не знаю, понятно ли это было, но... Ладно, давайте еще не следующий пункт. Матфея 13, 58. Я хочу, чтобы это возошло. Знаете, есть просто разных много учений. Есть различные учения о том, что ты просто сиди, и там вот этот золотой унитаз на тебя упадет. Ничего на тебя не упадет. Другие говорят, что главное, иди работай, ничего не слушай, сколько заработаешь, столько и заработаешь. Так нельзя жить, Библия говорит. Потому что это забота о сребролюбии. Но я должен всем своим сердцем и естеством осознать главную вещь. Бог хочет благословить меня. Бог за меня. Он хочет заботиться о моих детях. Он хочет заботиться обо мне, о моей жене. Он хочет заботиться о моей семье. Он хочет заботиться о моих родителях. Бог хочет материально заботиться. Вы здесь? Просто когда я живу как язычник, он не лезет. Знаете, это как многие люди, которые... Слушай, я хотел человеку помочь. А что ты не помогаешь? Ну, гордый. Он полез сам, говорит, я сам все справлюсь. А, ну, все, ладно. Я часто так поступаю, когда люди... Например, я могу что-то сказать? Человек мне говорит, да, вы оставите, да? Угу. Да. Да. Потом поворачивается, думает, я сейчас как все сделаю. Потом как все сделает. Ну, в смысле, все сделает как. Ладно. Смотрите, 13.58. О, да. И не совершил там многих чудес по неверию их. Почему Иисус не мог позаботиться об этих людях? А? По их неверию. Иисус не мог о них позаботиться. Почему? Они были категорически против того, чтобы Он о них заботился. Они в состоянии сами о себе позаботиться. Не, не. Верь. Открой свое сердце. Открой свою жизнь. Для того, чтобы Его благословения за тобой гонялись. Второй пункт. Ищите, ищите прежде всего... Чего? И вы знаете, мы так вот проскакиваем. Ищите прежде всего... Но, друзья, нельзя проскакивать. Ищите прежде. Прежде. Хорошо. Разумные люди, объясните мне. Что значит слово прежде? В приоритете. Можно так сказать? То есть, давай вот прежде. Слушай, давай вот это, вот это, вот это сделаем. Обязательно сделаем. Но прежде. Папа, а можно мультики смотреть? И моя дочь сразу говорит, мы сначала чуть-чуть поубираемся, да? Или мы сначала чуть-чуть поспим, да? Или мы сначала чуть-чуть... То есть, есть приоритеты. Теперь внимание. Прежде. Это значит всей своей жизнью в приоритете ищет Царство Божьего. Но значит ли или исключает ли слово прежде все остальные заботы? А? Не слышал? Нет. Конечно нет. Послушайте, конечно это. Я согласен со всеми людьми, которые считают, что ну это фанатизм какой-то. Все, я переживаю только, чтобы все хорошо там у Бога было, Царство Божье, чтобы это. Слушай, у тебя дети с ума сходят уже там, ничего страшного, пусть сходят, Господь позаботится о них. Потому что я заботюсь о Царстве Божьем. Дебил. Простите, но... Прежде. Это значит приоритет моей жизни является забота о Божьем Царстве. Прежде. То есть, это моя ценность. Это смысл. Это идеология моей судьбы. Идеология, зачем я зарабатываю во многом. Я хочу быть благословением для Царства Божьего. Но значит ли это, что нельзя заботиться о других нуждах? Да нет, конечно, друзья. Если ты отец, ты обязан заботиться о своих детях и о своей жене. Если... Ну, вы понимаете или нет? Вы обязаны обеспечивать свои семьи. Вы обязаны нести заботу и ответственность. Я за Царство Божье переживаю. Пусть Бог за мою семью переживает. И ушла семья к Богу. Либо просто убежала от тебя. Дорогие друзья, не извращайте личность Бога. Там написано, прежде всего, заботитесь о Царстве Божьем. Я сказал, прежде. Вы слышите или нет? Скажи, прежде. 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 Поэтому есть приоритеты в жизни. В заботе. Но это не значит, что я не должен заботиться о остальном. У меня должны быть заботы в вопросе развития моего бизнеса или еще чего-то. Я должен переживать за многие вещи в своей жизни. Но прежде. Мой мотив. Я принадлежу чему? Царству Божьему. Хорошо. Что значит приоритет Царства Божьего? Как это приоритет Царства Божьего? Приоритет Царства Божьего в твоих деньгах и в твоей заботе. Это когда ты понимаешь, что ты ответственный, каждый человек ответственный за три главные пункта в своей жизни. Материально ответственный. Есть такое понятие, вряд ли кто-то из вас о нем слышал, как материальная ответственность. Слышали кто-нибудь? Кто слышал? Женщины в основном, да? Мужики, серьезно, есть такое понятие, как материальная ответственность. Я вообще честно, я считаю, что если муж не способен материально заботиться и отнести ответственность за свою семью, такого мужа, я считаю, нужно убрать из семьи. Почему? Он подвергает свою семью голоду, даже если этот недоумок называет это упованием на Бога. Простите за грубость, но это факт. Три вещи, которые ты должен, в которых ты должен быть полезным. Три вещи, в которых ты должен заботиться. Первое. Ты должен заботиться о своей семье. Каждый человек, если ты верующий человек, прежде всего, тогда ты должен быть образцом о том, как ты заботишься о своей семье. Первое. Тимофея 5.8. Написано, кто о своих домашних не печется, тот хуже неверующего. Тот отрекся от веры. Вы здесь? Если ты не заботишься. Второй момент. О чем я должен заботиться? Это о своей церкви. Малахии 3.10. Принесите, как говорите, в десятины приношения в дом хранилища, чтобы в моем доме что? Бог говорит, в моем доме что было? Пища. То есть, он говорит, вы несете ответственность за то, что я делаю через свою церковь. И третье. Третье. Я несу пользу, или я должен нести заботу о своем обществе? Ну, почему часто меня спрашивают, пастор, а нужно ли платить налоги? Я думаю, да. Я в них до конца не разбираюсь. Поэтому я здесь не буду рассказывать, потому что я знаю, что сразу кричат, это невозможно. Тогда жизнь в убырь и так далее. Сами разбирайтесь. Но, тем не менее, во-первых, это налоги. Во-вторых, это просто твоя ответственность. Запишите себе Матфея 25, 42-45. Матфея 25, 42-45. Там написано, что если кто-то из вас напоил этого человека или накормил одного из малых сих, то это сделал для кого? Для меня, говорит Христос. То есть, получается, Бог возлагает на верующих людей определенную или конкретную ответственность за материальную заботу об обществе. Вы здесь? Здесь, например, есть достаточно развитые страны, почти все западные страны. Я знаю, что в Америке, не знаю, во всех ли штатах. Но факт, вот, церковь, она даже люди, которые, я знаю, в Германии. Если ты ходишь в церковь, они приходят к пастору, говорят, пастор, я принес десятину, выпиши мне чек, ну, этот, китанцу. Русские приезжают, господи, зачем, что за бюрократия? Он приносит это, как предприниматель, и его освобождает от налогов. Он заплатил уже 10% туда. Ну, там не от всех налогов, но от значительной части налогов. Почему? Потому что он дал десятину в церковь. Почему? Потому что общество там понимает, что церковь несет ответственность и нагрузку. Послушайте, у нас сейчас 13 или 14 центров реабилитации. Больше 130 человек находятся в наших центрах. Моя вопрос. Мой вопрос. Кто снимает эти квартиры? Кто снимает эти дома? Как, кто, ну, чем они питаются? Вы. Мы это делаем. Хотя вы же, а как это? Церковь. Сколько бомжей? Мы кормим 200. Сколько там еще? 80 собирается, да? Около 300. Бомжей, или как они называются? Бездомные, простите. Ну, они, ну, вы поняли. Кормят еженедельно. А откуда деньги? Пастер-врач. С его кармана. С его кармана. Слушай, ты должен заботиться о том, чтобы быть в благословении. Это главный комплимент жизни. Поэтому прежде Царство Божье. Прежде. Это не значит, что все. У тебя есть семья. У тебя есть все вокруг. Ну, все пункты, которые я назвал. И ты должен переживать, насколько ты полезен материально. И Бог хочет, чтобы ты был полезен. Я обожаю это место в Бытие 12, где написано, я сделаю тебя в благословении. Я сделаю тебя полезным для всех. Аминь. Согласны? Точно? Даже если сегодня ты сидишь и думаешь, Боже мой, да я весь в кредитах. В долгах весь. Да какой полезный. Господи, Боже мой. Это не важно. То, что ты туда залез, это плохо. И ты уже пожинаешь за это. Но то, что хочет Бог, чтобы ты принял для себя. И поставил цель. Я буду еще материально благословением. Я буду еще материально благословением. Я буду материально благословением для своей семьи. Мои дети, они будут одеваться отлично. Как Бог одевал лилии, так будут одеты мои дети. Вы слышите или нет? Я буду заботиться. Мои родители, они никогда ни в чем не будут нуждаться. Почему? Потому что я благословение для своей семьи. Это правильная забота или нет? Так же для церкви. Ты должен просто понимать, что, слушай, я, ну, все, я принимаю решение. Я буду благословением. Все, я закрою. У нас будет 40 центров реабилитации. И, ну, может быть не все, но половину я смогу сам обеспечивать. Все, я, это моя цель. И, Бог, хочет сделать тебя благословением. Я уже говорил, многие говорят, так а мне много не надо. Тебе много не надо. Мне надо. Ну, не мне лично. Вы поняли. Третий пункт. Третий пункт. Третий пункт. Мое отношение к материальному миру. Мое отношение к материальному состоянию. К восприятию материального мира. Или финансовой индустрии. Должно исходить из правильного понимания божественной природы. Посмотрите. Бог кормит птиц. На месте птиц я бы боялся рожаться. Ну, прикинь, так ты еще хоть родился, ну, не знаю, хоть где-то в какой-то глухой деревне, хоть в Африке. Ну, папа, мама, хоть как-то выкормят, ну, хоть чем-нибудь. А тут, понимаете, ну, конечно, птицы там подлетают первые там месяц или сколько, или меньше даже. Там что-то, ну, мило так смотрится, да, вот эти вот червяки. Червячком заткнуло. Но когда они по чуть-чуть вырастают, у них нет гражданства. Кто-то так стремится, я хочу гражданства. Я был в Америке недавно, и вы знаете, я не против, и ребята из Америки смотрят, но я видел многих людей русских, которые, я просто им говорю, ребят, возвращайтесь, мы поможем. Нет, мы получим гражданство. Вопрос не в гражданстве. Послушай, я на месте бы птиц или лилий боялся бы жить, но они не боятся, почему есть Создатель. Ты должен относиться к материальному миру на основании того, как ты воспринимаешь Создателя. Теперь, что это значит? Хватит бояться денег. Вы знаете, я много слышал, я рос в такой христианской, ультрахаризматической среде, и где говорили, что человек начал заниматься бизнесом, Бог призвал, наверное, поголимся всем, иди-ди-ди-ди, 30 тысяч человек, да-да-да, Боже, помоги ему там три банана этих продать. И он выходит потом и говорит, я продал четыре. Послушай, не надо иметь особенное призвание для того, чтобы жить в достатке. Надо просто быть верующим человеком и понимать, мой Бог велик. Вы здесь? Скажи, мой Бог велик. А что ты боишься? Скажи, у меня великий Бог. Это правда. Потому что у меня Бог великий. И вы знаете, почему я сейчас проповедую эти темы настолько тщательно? Потому что даже я понимаю, я боялся. Я боялся всегда. Я думаю, Господи, ну, а-а-а, ну, бизнес, ну, или, ой, Боже мой. Господи, определи для себя уровень своего материального достатка. Начни о нем молиться. Допусти хотя бы мысль такую. У нас много молодежи в церкви. Просто прими решение, я должен там, не знаю, зарабатывать в жизни столько и столько. Да не, ну, это нереально, ну, я не знаю. Не, ну, я, конечно, верю, там, ну, 40 я потяну вообще. Вот 40, да. Послушай, ты тянешь 40, потому что вокруг тебя куча людей, которые еле выживают на 30. А так как ты верующий человек, ты поставил планку выше. У тебя великий Бог. Поэтому смотри шире. Верь больше. И действуй без страха. Цель моей жизни – это вернуть образ Божий в свою жизнь и в свою семью. Поэтому я не должен бояться. Я не должен бояться. Вы здесь или нет? Многие, например, из вас, вы понимаете, что, ой, уже у меня семья там скоро и все остальное. Или сейчас семья уже, или уже семья и трое детей, или пятеро детей. Я не знаю. Наверное, пора о чем-то подумать. Ну, слава Богу. Конечно, пора. Но это не значит, что бросься в бизнес теперь с головой. Нет. Переживай о Царстве Божьем. Просто раздвинь пределы. Просто хотя бы, я не знаю, открой, зайди на сайт, этот, job.ru или как. Есть такой? Есть, да? Или я сам придумал. Про работу. Найди там работу получше. Я не верю. Слушайте, я же проповедую. Ладно, нас смотрят по телевизору, ну, ребята там, по интернету. Но мы в Москве живем. Кирилл, я правильно верю? Ну, можно в двух словах? Ну, я, Кирилл, пришел на мужскую конференцию или до этого, да, ты мне рассказывал? Хотел найти нормальную работу там за сорокет или за сколько. А потом, когда он слышал проповеди, он говорит, нет, я что-то не понял, что-то у меня не то. И что он пошел в банк, да? И все, уже работал на этой неделе или во вторник? Во вторник выходит, ну, зарплату я не скажу, но в три раза больше. Чем сорок. Я не назову с ним. Просто ровно в три раза больше. Я проповедую сегодня четвертый или третий раз об этом. Третий, по-моему, да? О деньгах. Третий раз, да? Будет еще три темы или две. Но я достаточно глубоко вам говорю, да? Знаете, честно скажу, откуда я взял эту мысль, которую я вам проповедую? Когда я учил о избрании и начался год благоволения, я понял, что Бог благоволит ко мне. И я, помните, начал об этом проповеду, что я избран незаслуженно, все, Бог заменял там, все. И я читал вот это место, Матфея 6, что сейчас мы с вами разбирали. И когда я его читал, там написано, посмотрите, как Бог одевает лилии. Соломон в своей славе так не одевался. И вы знаете, и меня пронзило. Бог, не они зарабатывали на одежду, а Бог сам прикладывал. Бог одевал и делал это изумительно. Значит, Бог этого хочет. Я думаю, подожди, если Бог прямо сейчас заинтересован в моем материальном благополучии, почему его нет в моей жизни? Понимаете, это логику? Я думаю, нет, тогда чего-то со мной не то. Я думаю, я понял. Первый пункт у меня. Я не верю в то, что Бог хочет меня сейчас благословлять. Я подтверждаю еще одно слово. Я не верю в то, что Бог хочет благословлять меня сейчас. Нет, конечно, пройдут года. Бог как-то меня благословит. Но вы знаете, 15 лет прошло, я здесь живу. Ну как-то, нет, я не скажу, что я бедный человек. Но не то, чего я ожидал. Что мне теперь оставить служение? Сказать, ребят, вы тут попроповедуйте немножко. Я на пару лет. Да, сейчас брошу все. Ну, быстренько заработаю денег. Ну, надо заработать денег. Можно так. И многие пасторы должны делать. Но я, ну... Что надо делать? Ну, позже все происходит. И у меня как чешуя отпала. Я понял вот это место второе. Ибо вы знаете благодать Господа Иисуса Христа, что Он дал ее, чтобы вы обогателись. Ну, ну, вы лежили в достатке. Я думаю, я не знаю, это будет. То есть, Бог хочет. Я не верю, что Он может меня благословить. Как выражается неверие в твоей жизни? А? Страх это второе. Неверие в твоей жизни прежде всего выражается в твоем образе жизни. Это то, что Кирилл мне рассказал до того, как он здесь слышал. Что, ну, я думал сразу устроить на одну работу. Ну, там, можно устроиться на... Мы когда-то с кем-то разговаривали на мужской конференции. Мы говорили о процветании с мужчинами. И мы говорили, что... Что мешает мне процветать финансово? И кто-то говорит, нежелание... Господи. А, страх перед нуждой. Ну, или нежелание. Ну, короче, не мотивация. Ребята, когда человек смотивирован финансово, он идет и устраивается на три работы. Чтобы заработать 100 тысяч рублей, он устраивается на три по 30. Он же не может поверить и подумать, что можно как-то заработать с... Ну, просто зарабатывать 100. Он просто не может допустить эту мысль. Почему? Мы привыкли. Но ты должен вернуть образ Бога в свою жизнь. Я не хочу и не кричу сейчас. И я молюсь, что, Боже, сохрани нас. Просто сейчас гоняться. Боже, дай кучу денег. Все, пропади все пропадом. Главное, Бог хочет меня благословить. Нет. Это сребролюбие. Я говорю просто про нормальную жизнь. Ты должен разрушить неверие. Что Бог не заинтересован в тебе. Убрать невежество. Что такое убрать невежество? Это начать изучать. Где можно заработать? Как можно? А как ты зарабатываешь? Вообще, ну, просто подойди и скажи, Жор, а ты где работаешь? А ты где работаешь? А ты как зарабатываешь? А как ты так заработаешь? Понимаете или нет? Вы интересовались так? Да нет, ну, как-то неудобно. А что тебе неудобно? Неудобно в нищете жить. Вот это неудобно, поверьте. Вы понимаете, о чем я говорю? Устраняйте это невежество и неверие. Второй момент. Это страх. О чем я хочу молиться? Против чего? Это фобия. Если вы в своей жизни жили в недостатке, если вы в своей жизни, возможно, жили в достатке, но прогорели. Понимаете, о чем я говорю? Вам стало страшно. Вы попробовали бизнес, попробовали тело, и не получилось. Возможно, вы попали в долги или куда-то. И теперь вы говорите, Боже, все, чтобы я когда-нибудь, да ни в коем случае. Я хочу это делать сейчас в полиции. Не то, чтобы у вас все поперло везде. Нет. У вас и так все поперло, если сердце будет в порядке. Но я хочу, чтобы этот страх был разрушен. Поэтому положите сейчас уху себе на сердце и простритесь к Богу. Простритесь к Богу. И скажите, Господь, освободи меня от всякого страха. Я не верю, что недостаток – это проклятие. Но я знаю, что это фобия. Это просто фобия. Это внутренний какой-то страх, который остался от этих проклятий. Поговори сейчас с Богом. Пойди к Нему, а я потом помолюсь за вас. Выключи предохранитель. Выключи рубильник. Страха в своей жизни. Бог хочет благословить твою жизнь. Аллилуйя! Я не проповедую о богатстве. Я проповедую исключительно о возвращении образа Божьего в твою жизнь и в твои деньги. Но, Небесный Отец, своими Иисуса Христа, если ты дал мне это слово, и оно действительно освободило меня, я могу сегодня стоять перед тобой и хвалиться свободой и победой, которую ты мне дал от тех фобий или страхов перед материальными ценностями, перед финансами, которая воспитала во мне боль жизни. Страх нужды. Я знаю, что это проклятие разрушено в жизни твоего народа. Я утверждаю эту победу и эту свободу во имя Господа Иисуса. Я молюсь прямо сейчас, потому что страх – это духовная зараза. Я молюсь, пускай всякий страх, всякая фобия, она твоей кровью, твоей любовью будет уничтожена в этой молитве во имя Иисуса. Я знаю, что есть благодать Божья, и пусть эта благодать, она освободит твой народ от всякого страха во имя Иисуса. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Во имя Иисуса! Давайте мы вместе сейчас провозгласим этот стих. Ищите же прежде Царство Божье и правды, и это все приложится к вам. Давайте вместе. Ищите прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Еще раз. Ищите прежде Царство Божье и это все и это все и это все Аминь. Помогите! Деньги гонятся за мной. Аминь! И весь расскажет. Да вас, вас оно входит, о чем мы говорим, или нет? Точно? Ну, дай Бог, Господи. Я знаю, что через несколько лет то, что сегодня мы сеем здесь в наше сердце, мы увидим это в нашей жизни. А вы верите? Я напоминаю вам, 2016 год, в котором мы живем, это год Год Божьего благоволения. Год Божьего благоволения. Чего? Благоволения. Кусь железа. Пока год благоволения. Аминь! Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Продолжение следует...